Фонд Гейдара Алиева создан из необходимости передать последующим поколениям уважение к памяти Вашичева в нашу историю как архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева, его богатое духовное наследие, философию азербайджанства и идеи национальной государственности, реализуя различные проекты участвовать в построении нового общества, продолжая относить вклад в развитие страны. Со дня своего создания фонд был инициатором принятия нескольких актов амнистии. В 2007 году была применена амнистия в отношении 9877 заключенных, в 2009 году 9564, а в 2013 в отношении 10040 заключенных. Акты амнистии, которые население восприняло с благодарностью, стимулировали исправление совершивших преступления лиц и их интеграцию в общество. Первый заместитель председателя Мили Межлиса Зияфи Атаскеров напомнил, что в целом с 1995 года и по сегодняшний день в нашей стране были приняты 61 указ и 10 актов об амнистии. Прежде всего это демонстрирует гуманистскую суть азербайджанского государства. По сегодняшний день по инициативе фонда Гейдара Алиева было принято 3 акта об амнистии. Президент фонда Гейдара Алиева депутат Мили Межлиса Мехри Бан Алиева напомнила, что начиная с 2007 года на основании актов об амнистии, принятых по инициативе фонда Гейдара Алиева, около 30 тысяч осужденных были освобождены от различного вида наказаний. Мехри Бан Алиева выразила глубокую признательность каждому из своих коллег, поддержавших инициативу фонда в 2007, 2009 и 2013 годах, подаривших свободу тысячам людей. Она отметила, что за свою 12-летнюю действенность фонд Гейдара Алиева завоевал большое уважение и доверие как в Азербайджане, так и за рубежом. В каждом своем шаге, в каждом действии фонд руководствуется идеями гуманизма и человеколюбия, всегда старается помочь людям, нуждающимся в заботе и помощи. Не случайно, что обращающиеся к нам сегодня люди расценивают фонд Гейдара Алиева как место последней надежды, и мы всегда старались оправдать эту надежду. Сегодня самой большой надеждой тысячи шанов свободы соотечественников является выйти на свободу, приобщиться к своим семьям и наладить нормальный образ жизни. «Простить их, дать им новый шанс, означает дать им другой путь в жизни, где нет места преступлению, и где есть новый путь, построенный на принципах уважительного отношения к законам. Каждый человек, совершивший преступление, безусловно, должен осознать свои ошибки и не допускать этих ошибок в будущем», – сказала первая леди Азербайджана. Было подчеркнуто, что в то же время и наше государство, и наша общественность, каждый из нас, должны помочь выходящим на свободу людям в налаживании ими нормального образа жизни. Обратившись к коллегам, Мири Ивана Алиева сказала, что согласно проекту акта амнистии, от наказания будут освобождены все лица, осужденные за преступления, не представляющие большой общественной опасности. Вместе с тем будут освобождены осужденные за ряд преступлений женщины, несовершеннолетние, инвалиды, старики и пожилые, а также те, на чьем попечении есть несовершеннолетние или дети-инвалиды, и лица из некоторых других категорий. Президент фонда Гейдер Алиева акцентировал внимание на том, что акт амнистии охватит лиц, участвовавших в боях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в этих боях. Кроме того, амнистии охватит и лиц, приговоренных к исправительным работам, общественным работам, штрафным наказанием. В целом ожидается, что под амнистию попадут 10 тысяч заключенных, около 3,5 тысяч из которых будут освобождены из исправительных учреждений. Отметив, что в каждом обществе основное место должно занимать такие чувства, как милосердие, человеколюбие, забота, Миримана Алиева сказала, Об обществе, в котором и государственные структуры, и гражданское общество строят свою жизнь, свою деятельность на основе именно этих принципов, можно сказать, что это развитое и успешное общество. Милосердие означает не только протянуть руку помощи людям, попавшим в тяжелое положение, милосердие порой требует принятия трудного и ответственного решения. Люди, однажды совершившие ошибку, имеют право на прощение. Сегодня мы должны предоставить им шанс вновь занять свое место в обществе, жить достойно жизнью. Уверена, что акт амнистии еще раз продемонстрирует мощь азербайджанского государства. Президент фонда Гейдар-Алиева выразил надежду, что лица, которых коснется амнистия, воспользуются своим шансом стать достойными гражданами нашего общества. Представивший проект решения председатель комитета Мили Межлица по правовой политике и государственному строительству Олегу Сейнли сказал, что с точки зрения техники законодательства акт амнистии подготовлен на совершенном уровне. Подготовка фондом Гейдар-Алиева актов амнистии и представления их парламента уже превратилась в хорошую традицию, которую наш народ приветствует. Выдвигаемые фондом инициативы об амнистии стали значимым фактором с точки зрения либерализации уголовно-правовой политики в нашей стране, профилактики преступности, а также уменьшения числа заключенных. Эта инициатива также вносит свой вклад в сохранение общественно-политической стабильности в республике. Олегу Сейнли сказал, что этот проект отличается от предыдущих, и что если до сих пор было освобождено 2000 заключенных, то в этот раз ожидается освобождение 3,5 тысячи человек. В целом, акт об амнистии коснется третьих всех заключенных. Среди тех, кто вышел на свободу по предложенным фондам актом об амнистии, нет тенденции к повторному совершению преступлений. Это доказывает, что фонд Гейдер-Алиева достиг своей цели в области прав человека. Назвав эту инициативу президента фонда Гейдер-Алиева Мегрибан-Алиевой очередным гуманным шагом, депутаты охарактеризовали акт амнистии как составную часть государственной политики, направленной на защиту прав граждан Азербайджана и сохранение принципов гуманизма. Отмечалось, что объявленные по инициативе фонда Гейдер-Алиева амнистии приобщили к свободе тысячи людей и обрадовали семьи, так ждущие их возвращения. Эта инициатива первой леди страны Мегрибан-Алиевой, которая всегда руководствуется идеологией гуманизма, в очередной раз подарит радость тысячам семей. Согласно проекту решения под действие амнистии попадают все лица, приговоренные к определенному сроку лишения свободы за совершение преступлений, не представляющих большой общественной опасности, все лица, которые отбывают срок в исправительных учреждениях участкового типа и неотбытая часть наказания которых составляет не более одного года со дня вступления этого решения в силу. Лица, неотбытая часть наказания которых не более одного года со дня вступления этого решения в силу, освобождаются от отбытия наказания содержанием военной части дисциплинарного характера, а также лица, совершивших преступления, не представляющих большой общественной опасности, осужденных на отбытие наказания военной части дисциплинарного характера, лица, приговоренные к исправительным общественным работам по военной службе, приговоренные к лишению права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в виде основного наказания, приговоренные к наказанию в виде штрафа не более чем на 2000 монат и неоплаченная часть штрафа, которых на день вступления решения в силу не превышает 2000 монат, а также лица, осужденные за совершение преступления, не представляющих большой общественной опасности, основное наказание, которым назначено в виде штрафа, условно осужденных и условно досрочно освобожденных или в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса по отбыванию этого вида наказания со срочным отбыванием наказания. Женщины – лица, не достигшие совершеннолетия на момент совершения преступления, Мужчина, достигший 60 лет на момент вступления в силу этого решения Лица, считающиеся инвалидами первой, второй или третьей группы инвалидности до вступления решения в силу Мужчины, имеющие несовершеннолетних детей или детей с первой или второй группой инвалидности В том числе лица, определенные за дня вступления в силу решения в предусмотренном законодательском порядке по отцовству, усыновлению, опекунству и покровительству Принимавшие участие в боях против фашистов во Второй мировой войне, а также служившие в вооруженных силах СССР в то время и в тылу И лица, приравненные к непредусмотренным законодательством порядки, а также близкие родственники погибших или пропавших без вести в этих боях лиц Принимавших участие в боях по защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и другие лица будут освобождены от наказания в виде лишения свободы Согласно проекту решения, акт амнистии вступит в силу 15 июня и его применение будет осуществляться в течение четырех месяцев